Виктория Лепко Зрители узнали и полюбили Викторию по роли пани Каролинки в суперпопулярном в советские годы проекте «Кабачок. Тринадцать стульев». Яркий образ, созданный актрисой, принес ей всесоюзную известность, но и значительно осложнил дальнейший путь в кинематографе. Все актеры, снимавшиеся в «Кабачке», стали невероятно популярны, но долгие годы не могли избавиться от этого амплуа. А Виктория, родившаяся в знаменитой творческой семье, наделенная многими талантами, осталась практически невостребованной в отечественном кино, несмотря на довольно успешный дебют. Будущая актриса родилась в семье балерины и театрального артиста-комика. В детстве Виктория занималась в балетной студии, снималась в массовках фильмов, а потом выбрала путь актрисы. Во время учебы в Щукинском училище она исполнила главную роль в картине «Колыбельная», а также снималась в эпизодах и других фильмах. А потом 25-летняя девушка попала в проект «Кабачок. 13 стульев», куда подбирали актеров, похожих на иностранцев. Пани Каролинка ее прославила, но стала штампом, и режиссеры отказывались брать ее в свои фильмы. А еще она оказалась невостребованной из-за своей нерусской внешности, так как подходящих ролей для нее просто не было. Одновременно с «Кабачком» Лепко выходила на сцену Малого театра и работала на радио. А в 1989 году она вместе с единомышленниками открыла театр «Вернисаж», который просуществовал 12 лет. В новом веке снялась в двух проектах «Искушение Дирка Багарда» и «Москва улыбается». Всего ее фильмография насчитывает 19 работ. В 18 лет Виктория вышла замуж за ученого-инженера Бориса Рыжсковского, с которым они жили по соседству. Он был семейным человеком, но ради нее ушел от жены. Хотя Виктория умоляла его этого не делать. В 1961 году у них родился сын Антон. Но, к сожалению, их брак продлился всего 7 лет, так как актриса не смогла простить его увлечений на стороне и решила развестись. Однако она его так и не разлюбила, и они периодически встречались. А Борис так и не создал свою семью. Буквально через пару лет, в 1972 году, Виктория пережила большое потрясение. Ее бывший муж ушел из жизни. Борис должен был отправиться в командировку. И сначала хотел ехать на поезде, но руководство посчитало нужным выбрать авиарейс. А самолет, который был очень изношенным, при посадке просто развалился. У него отпало два крыла. Тогда Виктория три месяца заикалась и еще 10 лет не могла летать на самолете. Лепко побывала еще в двух браках. Но только четвертая попытка создать семью оказалась удачной. Она встретила в компании общих знакомых доброго и хорошего мужчину. Физика Владимира Жихрева. Они вместе уже 38 лет. Единственный сын актрисы Антон тоже хотел быть актером. Но актриса решила, что у него нет к этому способностей. Антон выучился на краснодеревщика, работал в театре и делал декорации. Сейчас у Виктории есть три внучки и внук. Но был еще один мальчик Егор, который в 9 лет попал под машину около дома. Это случилось 31 декабря. Чтобы найти хоть какое-то утешение, актриса пошла в храм. И наставления духовника помогли ей пережить этот период. Но потом наступила череда других испытаний. За один год актриса лишилась матери, подруги и друга. А в 2013 году ушел из жизни и ее сын Антон. У него диагностировали онкологическое заболевание. И актриса даже хотела продать квартиру, чтобы иметь деньги и отправить сына на лечение за границу. Но он отказался бросать семью и хотел побыть со своими любимыми детьми. Антону был всего 51 год. Сейчас опора актрисы – это вера в Бога. Любимый муж, невестка и внуки. После всего, что она пережила, актриса занялась литературным творчеством. Лепко входит в союз писателей, она издала два поэтических сборника. И книгу мемуаров вне игры. Актриса много лет не играет в театре, но встречается с поклонниками на творческих вечерах и читает свои произведения. Уважаемые зрители, мы благодарим вас за просмотр. Просим поделиться этим видео в социальных сетях и оценить его. До новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...